11 июля в Молдове пройдут досрочные парламентские выборы, которые определят, каким будут в будущем власть и курс страны. Центральная избирательная комиссия Молдовы сформировала окончательные списки избирателей и утвердила образец бюллетеня, в котором в длинном списке 23 конкурента. Первые в списке партия «Строим Европу дома». Далее следует партия коллективного действия «Гражданский конгресс», избирательный блок «Рената Усатый», партия «Шор», партия «Действия и солидарность» и избирательный блок коммунистов и социалистов, движение профессионалов «Спиранца Надежда», демократическая партия Молдовы, партия «Платформа Достоинства и Правда», партия национального единства, партия «Демократия дома», партия «Ной», партия развития и консолидации Молдовы, партия «Альянс за объединение румын», «Экологическая партия зеленых», партия «Законной справедливости», партия «Сила народа», партия «Регионов Молдовы», партия «Патриоты Молдовы», партия «Перемен», партия «Новый исторический выбор», партия «Трудящихся» и завершают бюллетень «Вячеслав Балько, независимый кандидат». Конкурентам на выборах гарантируется возможность проводить предвыборную кампанию на равных условиях. На настоящий момент в ряду наиболее значимых вопросов в предвыборной кампании борьба с коррупцией, реформа органов правосудия, экономика и региональное развитие, образование и социальная защита. На территории Приднестровья нет возможности проводить встречи кандидатов с избирателями, чтобы ознакомить их со своими программами. Но любой желающий может получить полную информацию о кандидатах и их программах на официальных сайтах выдвиженцев в интернете и из социальных сетей, а также на сайте ЦИК Республики Молдова. Для участия в выборах граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, будет открыт 41 избирательный участок. По четыре участка будет открыто в селе Варница Новоаненского района, в селе Сынетеука Флорежского района и в городе Резина. В Кишиневе будет открыто два участка и в других населенных пунктах также по два либо одному участку. Если взять сравнение с то, что было на президентских выборах, то общий число, если взять, тогда было 42 участка, сейчас 41. Но если пойти дальше и уже посмотреть по населенным пунктам, как они распределены, то можно увидеть, что этот минус один участок, это касается города Бельц. То есть если на президентских выборах был участок для голосующих, для жителей Бельцовского региона в Бельцах, то сейчас его нет. Это один населенный пункт, который уже не будет проводиться голосование. Но в то же время плюс два населенных пункта, то есть других двух населенных пунктов, которые раньше не проводили все выборы, в этом году, то есть на этих парламентских выборах будут проводиться. Это касается населенных пунктов Похребя и Золотевка. В каждом из них открыт по одному участку. В то же время в Креулянах и в Штефанглоде раньше были два участка, а сейчас осталось по одному участку. То есть если посмотреть картину изнутри по населенным пунктам, то можно увидеть, что ситуация даже улучшилась в смысле, что больше населенных пунктов были влечены в процесс, а то, что в Бельцах он как бы не находится рядом, и в данном случае голосовали там единицы, голосовали на прошлый выбор. По участкам можно найти информацию на сайте ЦИК Центральной избирательной комиссии, там есть рубрика «Выборы 2021 года», и они войдут и посмотрят там, где участки. Там есть список их, где они находятся, эти участки, адрес, номер телефона избирательного бюро данных участков, то есть эту информацию можно найти в открытом доступе. Жители Теннисеровского региона смогут выбрать, какой им участок удобнее. Из этого списка, из этих сорока одного участка не смогут проголосовать на любом участке. Главное, что они могут выбрать ближайший, то есть какой им будет удобнее. Как и раньше, как и на других выборах, они будут проходить по дополнительным спискам, их вручную будут вводить в дополнительные списки. С момента проведения последних парламентских выборов избирательное законодательство претерпело существенные изменения, в основном в августе 2019 года, когда в частности был отменен запрет пожертвований из полученных за рубежом доходов молдавских граждан, снижены лимиты пожертвований от физических и юридических лиц. Установлен лимит избирательного фонда и возвращено условие предвыборной тишины. Также была отменена смешанная избирательная система и возвращена полностью пропорциональная система. В числе поправок, внесенных в августе 2019 года, был также возвращен минимальный порог явки в размере 3-й зарегистрированных избирателей. Система регистрации избирателей является пассивной и основана на данных, взятых из реестра населения. Все граждане, достигшие на день голосования возраста 18 лет и старше, имеют право принимать участие в голосовании, если они не лишены избирательных прав по решению суда. Напомним, что своим правом голоса на предыдущих парламентских выборах 2019 года воспользовались около полутора миллионов граждан Молдовы. Явка составила тогда чуть более 49%. На левом берегу Днестра своим правом голосовать воспользовались в 2019 году порядка 37 тысяч граждан.